Прямой эфир глава региона Вениамин Кондратьев смотрел вместе со своими заместителями. Вопросы к Владимиру Путину были самые разные. Касались они и внешней политики, и внутренних экономических проблем. Например, жители Крыма поинтересовались, когда цены в их магазинах сравняют с кубанскими. Краснодарский край уже давно сформировавшийся курортный регион, при этом здесь удается сдерживать стоимость продуктов. В Крыму же с открытием моста заметно вырос спрос на туристические услуги, при этом ценовая политика заметно выше. Мы заметно ощутили рост на предлагаемые нами услуги. Но вот только цены на продукты питания пока в Крыму остаются достаточно высокими. И поэтому у меня к вам вопрос, когда же реально начнут снижаться цены, пусть даже не сравняются, хотя бы немного приблизиться к уровню цен Краснодарского края. Дело в том, что на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях. В Краснодарском крае и в Ростове, и в Ростовской области. На некоторые в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове, скажем, или в Краснодаре. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска, имея в виду автомобильное движение грузового транспорта, потоки товаров, взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации. Спрашивали президента и о развитии здравоохранения. В ходе прямой линии Владимир Путин сообщил, что сейчас готовится федеральная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. В это время в студии на одной из цифровых панелей появился вопрос, когда построят новый онкодиспансер в Краснодаре. Как сообщил после журналистам, Вениамин Кондратьев уже в этом году начнут работу над проектно-сметной документацией. На Кубани работают пять онкодиспансеров. Самый крупный, краевой, находится в Краснодаре. Его поликлиническое отделение рассчитано на 780 человек в день, но реальная нагрузка практически в два раза выше. Работу над проектно-сметной документацией нового онкодиспансера в Краснодаре начнут в этом году. Надеемся, успеем войти в федеральную программу по софинансированию в 2019 году. Если нет, постараемся обойтись своими силами. Задали вопрос президенту и касающиеся пляжа в Якорной щели в Сочи. Сегодня часть береговой линии нуждается в благоустройстве. Как пояснил Вениамин Кондратьев, эта территория находится напротив железнодорожной станции. Свободный доступ перекрывают заброшенные здания, которые находятся не в краевой собственности. По словам губернатора Кубани, сейчас проводится работа с федеральными коллегами, чтобы убрать строение и приступить к обустройству пляжа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова